Как сказал Ганс Кристиан Андерсон, путешествовать – это значит жить. К сожалению, сейчас, когда путешествия нам действительно доступны немного с трудом, и не везде, и не всегда, и не всем, то сегодня мы будем совершать путешествия в таком виртуальном онлайн-режиме, совершенно, на мой взгляд, потрясающее место в удивительный край лесов и озер, в Карелию, в замечательный совершенно музей-заповедник Кижи. В общем, место, на мой взгляд, абсолютно волшебное, и вместе сегодня с нашими гостями, которые у нас сегодня присутствуют, с сотрудниками музея-заповедника Кижи, мы пройдемся по его территории, посмотрим удивительные стариннейшие постройки, сохранившиеся до наших дней и отреставрированные в том числе, посмотрим, как проводится реставрация в Центре сохранения деревянного зодчества имени Рахманова. И, конечно, поговорим о Зоонежье, которое по-другому еще называют серебряным ожерельем севера, абсолютно уникальным краем, особенно интересным в отношении историко-культурных моментов и фольклорных моментов, потому что благодаря, собственно говоря, крестьянам и собирателям соседних с Кижами деревень до нас дошли очень интересные эпические песни и сказания, и былины, в том числе, например, такая вот былина, которую мы все знаем про Илья Муромца и мудрого князя Владимира Красного Солнышка, это тоже из чудесного Кижского края. Но, конечно, главная достопримечательность, о которой мы сегодня будем говорить, это Кижский погост, который находится под охраной ЮНЕСКО, хотя в самом музее-заповеднике находится порядка 80 памятников и, может быть, даже больше, о чем нам сегодня расскажут сотрудники музея Кижи. Но, конечно же, мчужина – это именно Кижский погост, о котором мы с вами поговорим. Более того, я скажу, что сегодняшняя встреча, она, наверное, уникальна еще и тем, что храм Преображения, который находится на Кижском погосте, самый знаменитый храм Кижей, он был отреставрирован, и реставрация была закончена совсем недавно, и пока в этом храме еще не проводились службы, и пока туда не приходили прихожане. Так что, наверное, мы будем сегодня с вами первыми, кто посетит этот храм после реставрации. Реставрация была совершенно уникальна, о чем нам сегодня тоже расскажут. И говорят, что, по легенде, Преображенскую церковь построили лишь с помощью топора и без единого гвоздя. А когда плотник достроил храм, он выкинул топор в воду со словами, что больше такого красивого храма построено не будет. И я думаю, что это абсолютно так. Так, сейчас я вам представлю участников нашей встречи и передам слово им, соответственно, одному за другим, и мы начнем наше путешествие по Кижам. Сегодня у нас в гостях, сначала представлю Кижи, Богданова Елена Викторовна, директор музея-заповедника Кижи, Филимонов Александр Евгеньевич, ученый-секретарь, Низвицкая Татьяна Викторовна, заместитель директора по реставрации, и Бухчина Ольга Георгиевна, ведущая специалист службы по управлению объектом всемирного наследия и обеспечения деятельности Всероссийского центра сохранения деревянного зодчества имени Рахманова. И с нами сегодня на нашей встрече директор, генеральный директор фонда «Русский дом» в Барселоне Анна Селюнас, искусствовед, журналист, театральный критик. Анна, я передаю вам слово, начнем мы с вас, и дальше уже тогда перейдем к Елене Викторовне. Спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте, прежде всего, люди, благодаря которым стал возможен наш сегодняшний вечер. Я просто от всей души благодарю представителей фонда «Кижи» за то, что вы согласились на эту авантюру. Я надеюсь, что это только начало нашего сотрудничества. Сама жду с нетерпением просто затаить дыхание этой встречи, потому что это абсолютная сказка, которая с детства присутствовала в жизни, и все знали, что это. Но я вот как-то не добралась до вас. Я надеюсь это сделать в будущем, но пока что хотя бы виртуально. Вот спасибо онлайну на самом деле, что он дает такие возможности. И хочу сказать, что важность еще для меня этой встречи не только в том, чтобы вот сейчас наши слушатели услышали интереснейший рассказ про вашу сказку, но и когда мы закончим эту встречу, естественно, это все останется в записи, которая будет и у нас на канал в YouTube и так далее. И вот в следующий понедельник у меня будет выступление в рамках большого такого конгресса по туризму в Барселону, куда меня пригласили, где мы будем говорить там о важности обмена, сотрудничества и так далее. И обязательно расскажу про нашу встречу, обязательно расскажу про вот эту инициативу, которую мы начали, и про то, что помимо Москвы и Санкт-Петербурга в России есть много необыкновенных мест, которые необходимо открывать испанским зрителям, слушателям и будущим путешественникам, потому что я надеюсь, что пандемия все-таки когда-нибудь закончится, мы сможем встретиться, увидеться и путешествовать вживую. Спасибо большое, не буду отрывать вашего времени и с нетерпением жду этой прекрасной встречи со сказкой. Я еще раз напомню участникам нашей встречи, что у каждого из вас на экране есть небольшой значок, который обозначает планету. Для тех, кто хочет выбрать испанский канал и слушать язык перевода, большая просьба, переключитесь, пожалуйста, на испанский язык. А мы сейчас приглашаем директора музея-заповедника Кижи Богданову Елену Викторовну. И, конечно же, прежде всего, хотим вас послушать, начать нашим путешествам. Добрый вечер, дорогие друзья. Слышно? Да. Да, все хорошо. Мы представляем уникальнейший музей-заповедник Кижи. Да, удаление, причем на первый слог Кижи. Это один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это действительно одно из красивейших мест. Надо сказать, что 1 января 2021 года нашему музей исполнится 55 лет. Но, тем не менее, надо сказать, что музей создавался, конечно, гораздо ранее. И сегодня у нас пойдет речь о тех объектах, уникальных объектах, которые обладает наш музей. Немножечко скажу о том, что наш музей располагается на острове Кижи. Это Ванежском ондере. 68 километров от города Питерозаводска, столицы республики Кижи. Если говорить про Санкт-Петербург, это 400 километров. Ну и от границы Смельяний 300 километров. Таким образом, мы находимся в Ванежском ондере. Кроме того, я буду рассказывать дальше про те уникальные объекты, которые у нас на острове располагаются. У нас имеются выставочные залы и уникальные открытые фоны в городе Питерозаводске. То есть мы, наш музей располагается и на острове Кижи и в городе Питерозаводске. Ну, конечно, надо сказать, что наше самое главное достояние это наш остров, где природа, архитектура и человек находятся в полной гармонии. Вот это, наверное, каждый, кто к нам приезжает, обязательно отмечает, что это полная гармония, да, и это создавалось веками, нашими предками, чтобы всё это было очень гармонично. По-другому остров не принимать никого. Я сейчас как бы не находишься в гармонии, не настроишь себя вот на этот спокойный, тихий лад. И действительно, ты должен как бы соблюдать, сохранять, оберегать. Кроме того, хочу сказать о том, что мы в настоящее время создаём ещё и наш филиал в Санкт-Петербурге. Филиалы музея запоминания такие же будут находиться ещё и в Санкт-Петербурге. Территория острова – это 209 гектар, длина острова – 5,5 километров. Сегодня уже Манин сказала о том, что у нас в управлении находятся 80 объектов береганного зодчества. Это совершенно верно. Они находятся как на острове, так и по предностям острова и в городе Петрозаводске. Это, конечно, уникальные церкви, честовни, дома красивейшие. Это хозяйственные постройки, мельницы, риги, амбары. Можно сказать, что Кижи – это Карелия миниатюры, потому что мы сохраняем традиционную культуру, христианскую культуру, русских, да, зоонежан в первую очередь, художан, карелок и гепсов. Это действительно можно увидеть ту уникальную культуру именно на нашем острове, в которой мы уделяем особое внимание. Конечно, самое главное наше состояние здесь тоже сегодня уже говорили, мы известны весь мир, кирским архитектурным ансамблем. наш уникальнейший объект – это «Восьмой и чудо света». Кирского архитектурного ансамбля – это «Преображительская церковь», и сегодня пойдет разговор о ее реставрации, об ее истории. И действительно, это, наверное, безпрецедентный опыт реставрации такого уникального объекта. Она сама раздавалась, так и вот сейчас. Мы очень рады тому, что работа по реставрации, работа по реставрации завершены. И, конечно, двадцатидвуглавая «Преображительская церковь» 40 метров высотой, даже тот, он летом. Это вот тот труд, который оценен на мировом уровне. У нас ежегодно к нам приезжают миссии ЮНЕССИО и отмечают очень высокий профессионализм на реставраторах. Они действительно лучшие реставраторы в мире, которые очень бережно относятся к сохранению деревянного злочиства, потому что наша задача была как можно больше сохранить царического материала. Мы не могли, да, мы должны были подходить очень дунливо, оценивать каждое бревно, каждый элемент. И, конечно, это действительно очень-очень важно. Хочу отметить то, что уже 95 лет назад Киржский архитектурный ансамбль был включен в СССР государственного заказника. И в этом году, 30 лет с того дня, когда Киржский погост был включен в список феверного наследия ЮНЕССКО из-за трех первых объектов в России на виду с историческим центром Санкт-Петербурга и в СССР. То есть это действительно дорогой отстой и действительно наш объект оценен на всем здоровом пространстве. И это действительно очень-очень важно для нас. Кроме того, хочу отметить, что сегодня уже говорили, мы очень верю, что относимся, гордимся всеми нашими объектами деревянного зодчества, потому что действительно в мире возглавляет. И один из старейших объектов, длиннейших объектов деревянного зодчества, церковь воскрешения лагеря, она тоже находится у нас на острове 14-15 века. Это тоже тот уникальный памятник, который наша задача обязательно сохранить. Хочу сказать о том, что у нас очень богатые фонды в музее. 85 тысячи, 58, прошу прощения, 58 тысяч единиц хранения. Это уникальные предметы из дерева, это мебель, домашняя утварь, лодки, дизайн, очень много можно перечислять у нас уникальные фонды дерева. И, конечно, вот у нас есть такая возможность, кто к нам приезжает познакомиться с этими удивительными предметами, которые имеют свою историю, очень богатая история. И, конечно, каждый предмет за ней стоит как бы человек. не только исторические деревни, мы гордимся, что у нас исторические деревни сохранены. На сегодня две деревни, деревня Янка, деревня Васильева, и сюда приезжают и местные жители, там живут и сохраняют свои дома. Это и христианские интерьеры. И еще раз подчеркну, что все это очень органично списано в мешках. Если говорить про низкие шкеры, куда мы относимся, то в низких шкерах более 500 островов. Здесь расположены 42 цены природных объектов. Кроме того, у нас 14 видов растений, которые внесены в Красную книгу. И, конечно, очень важно, чтобы мы смогли гармонично сохранить вот эти исторические ландшафты, дополнить их живыми картинками старинной. это мы показываем пахот, тусет, жарку. Сегодня мы выращиваем свою рожь, течем с этой рыбы, свои калики, хлеб, выращиваем лен, обрабатываем лен. Это действительно очень важно и очень до такого дорогого стоит. Мы бородимся необычайно уникальной, красивой, досюльной душистой. Наши мастерицы, они известны на весь мир, были и сейчас. Мы очень рады тому, что молодые мастерицы у нас работают в музее, которые занимаются от всей души искренне с этой достойной вышивкой. Кроме того, мы гордимся нашими плотницкими, столярными лестницами, которые действительно ведут такую сильную работу. Мария уже говорила о том, что действительно наша территория богата и нематериальным культурным наследием. Русские былины берут начало у нас, и от Трофима Григорьевича Рябинина большая часть этих былин была записана, похоронена как раз у нас на Кирском погоде. И мы очень рады тому, что когда вы приедете к нам в Кирске, вы сможете услышать былины. И у нас замечательный Олег Александрович Скобелев, уникальный специалист, который обладает этим даром, потому что, по-другому могу сказать, это именно дар, исполнения буллин, сказывать сказы, сказки, и действительно вот это настолько погружаешься в эту виду, и вот это очень замечательно и очень радостно. Хочу сказать о том, что у нас очень уникальные православные традиции. У нас действующие храмы, как покрова Пресвятой Богородицы, проходят службы, да, и люди приезжают встречаться в этом году несколько, несмотря на пандемию, но люди к нам стремятся всегда как бы приехать. Хотим сказать о том, что мы действительно имеем колоссальный опыт в области реставрации, консервации объектов и деревянного в области. И вот 1 января 2020 года на базе музея создан сервисский центр по сохранению деревянного в области. С вами пойдет отдельный разговор. Кроме того, мы действительно являемся образцовым образовательным центром. Совместно с Петрозаводским государственным университетом открыта кафедра ЮНЕСА по сохранению памятников деревянной архитектуры. Ну и мы гордимся, конечно, нашим сотрудничеством с ИКРОМом. У нас уже прошли два международных курса ИКРОМ именно по сохранению памятников деревянного зодчества. В более 20 стран приезжали к нам специалисты, и действительно это и для нас очень важно, это обмен опытом, потому что к нам приезжают действительно самые-самые лучшие специалисты и учиться и работать. Музей КИРОМ это, конечно, летняя школа, летняя академия, летний университет. Это огромный насыщенный календарь событий мероприятий. Это КИРСКО, это чайный фестиваль. Мы живем, мы пробовали немного, да, и все-таки приняли решение с коллегами, то, что мы берем именно по крестьянскому календарю. Отличают все праздники, которые у нас как бы по крестьянскому православному календарю проходят. И понятно, что точно то, что нам присуще, я уже говорила, и пахота, и жатва, и сенокоз, и изготовление веников, все это мы демонстрируем. И это действительно, это не просто демонстрация, это образ жизни уже, потому что невозможно быть как-то вразрезец этой средой. Наша гордость, музея-доповедник КИРСКО, это 250 уникальных специалистов сотрудников музея. Поверьте, это уникальные люди, это самая главная наша гордость, потому что им под силу все. Они будут все, в любое время, дня и ночи, готовы работать и действительно достигать хороших результатов. Мы гордимся огромной сетью наших партнеров. У нас более тысячи партнеров, с которыми мы работаем, и, конечно, извиняюсь слова благодарности нашему учредителю, Министерству культуры Российской Федерации, потому что мы являемся подведомственным учредителем Министерства культуры Российской Федерации, и, конечно, у нас есть свой антиохранитель, человек, который всегда нас заботится, это Алла Майлова, стала секретарь заместитель министра культуры, которая всегда как бы, мы находимся, знаем, что она всегда поддержит наши инициативы и начинания, у нас очень много было разного рода международных выставок. А хочу сказать о том, что ежегодно музей за поведение Кижа посещает более 200 тысяч посетителей. Если говорить про 2019 год, то в 2019 году было 250 тысяч посетителей. Из них порядка более 40 процентов это иностранные посетители. Последние два года, я не думаю, сейчас 2020 год, в 2018-19 лидирующими у нас были немецкоговорящие туристы. Если говорить про эспанки в туристах, то в 2019 году, вот я даже уточнила, у нас было 3035 километров. иностранные испанцев. У нас в 2018 году их было 2117. Надо сказать, что у нас очень успешно в 2018 году прошла презентация нашего музея, нашего туристического потенциала в Мадриде. испанцев у нас было в 2019 году 3035 человек. И надо сказать, что мы, действительно, этот год непростой для нас, но мы очень активно работаем онлайн, и хочу заметить, что уже сегодня, вот за 9 месяцев, музей-заповедник онлайн, наши как бы мероприятия, наш сайт посетило более 6 миллионов человек. То есть это очень цифра такая знаковая, потому что до этого у нас было порядка 500 тысяч человек, сейчас это уже цифра 6 миллионов человек, 6 миллионов посетителей вот в этом году. У нас так случилось. Но надо заметить, что первые туристы, которые у нас были, приехали на остров Кижи, это было в 1955 году. И за это время, действительно, более 10 миллионов уже человек посетило наш уникальный остров. И еще хочу сказать о том, приглашаю, конечно же, всех к нам на остров Кижи. У нас замечательные экскурсоводы, и мы ведем экскурсию на испанском языке. Всего у нас экскурсии мы проводим на 8 языках, но в том числе и на испанском языке. И надо сказать, что в музее Кижи очень хорошая школа подготовки экскурсоводов. Это три года обучения, это очень серьезная подготовка и на иностранных языках, и на русском языке. И мы гордимся, потому что она ровесница, вот эта школа, она ровесница самого музея, тоже будет скоро 55 лет. То есть музей сразу, как был создан, обратил на это особое внимание, что очень важно, первый человек, который встречает наших посетителей, это экскурсовод. И, конечно, как он представит музей, и надо сказать, что наши музеи, они живут по всему миру. Они приезжают к нам на лето, как птицы, да, слетаются на север, так и вот наши экскурсоводы приезжают к нам и с большой любовью делятся знаниями, рассказывают о нашем уникальном музее. Кижи, поверьте, прекрасны в любое время года. И мы открыты круглогодично, поэтому сегодня много будем говорить, увидите разные фильмы, но надо увидеть. Мы с большой радостью от всего сердца приглашаем вас к нам в наш замечательный музей-заповедник Кижи, на остров Кижи, и в город Петрозаводск, и в Республику Карелия, и в Россию. Добро пожаловать! Спасибо огромное! Спасибо, Елена Викторовна! Спасибо огромное! Я думаю, что не только мы, но и все наши сегодняшние участники, у всех большое-большое желание, конечно же, попасть в Кижи. Теперь я никогда не буду делать ошибки, а буду говорить Кижи, потому что это правильно. И, конечно, мы обязательно приедем. Сейчас будет нам рассказывать ученый-секретарь музея-заповедника Кижи, и поделится с нами еще секретами, другими секретами. Другими секретами. Вот. Филимонов Александр Евгеньевич, пожалуйста. Ну, как вы видели, собственно, остров, узкая полоска земли, которая является одним из огромного количества островов, размеры которого всего лишь чуть более 5 километров и чуть более 800 метров шириной, остров, но который уже с незапамятных времен, а это 9-10 век нашей эры, заселяется финно-угорскими племенами, которые, собственно, и дали название острову. Кижи по-карельски означает место для праздниц, место для игрищ, там, где собирались на тот период времени язычники, где устраивали места для праздниц, капища. То есть остров занимал определенное место в жизни этого ряда островов, и не случайно вот это центральное место и вот эту центральную роль остров пронес сквозь всю историю и, собственно, вот уже к 16 веку здесь первое упоминание церквей на острове Кижи, и, собственно, остров окружает огромное количество деревень, по некоторым подсчетам практически 130, несколько тысяч жителей проживает в Занежье, вот в этом вот регионе, где огромное количество островов в северо-восточной части Онежского озера, и стоит отметить, что, собственно, конечно же, те первые церкви, вот как раз упомянутые в те далекие времена, стоит отметить, сгорают от прямого попадания молнии, это 1693-1694 годы, и затем вот эта вот большая крестьянская община решает ставить новые церкви на вот этом же острове Кижи, и вот как раз они перед нами и возникают. Так, если можно попросить следующий слайд, мы как раз увидим с вами карту, вот как раз место, где расположен остров Кижи, между островами, чуть более 500, самый большой, слева, это вот как раз Заневский полуостров, который дает название краю, и один из самых больших островов справа, это Большой Клеменецкий, и вот эти небольшие островки, которые раскиданы вот как раз вокруг острова Кижи, размеры которого, как мы уже с вами обсудили, не столь и впечатляющих, чуть более 5 километров на 800 метров. Если можно, пожалуйста, следующий. И мы как раз видим с вами вот Спасый Киркский погост, первое упоминание которого относилось еще к 16 веку, и стоит отметить, что собственно слово погост здесь означает как раз именно центр крупной административной единицы. именно здесь вокруг этих церквей возникают деревни не только на острове Кижи, но и на всех близлежащих островах, а также на Мандере, то есть на материке, на Зионежском полуострове. Как раз сюда к церквям и стремятся люди. И уже затем позднее возникает второе значение слова погост, как кладбище, при церквях, которое было, собственно, расположено до сих пор со всех сторон церквей. И по старой русской традиции на севере погост всегда был триедин. Три постройки как раз располагались на погосте. Это две церкви и как раз слева хорошо видна колокольня. Перед нами сейчас, собственно, можно есть следующий слайд, пожалуйста. Как раз церковь зимняя, покрова Богородицы, поэтому, собственно, и две церкви на погосте, более скромных размеров, отапливаемая, служба в ней проводилась зимнее время, с праздника покрова Богородицы, которому она и посвящена, и она и строилась первой, как наиболее значительной для севера, еще в 1694 году. И, собственно, как стоит отметить, что она более скромных размеров, отапливаемая, весьма суровые климатические условия, и поэтому требовалась крестьянской общине, конечно же, церковь в больших размерах, впечатляющих размерах, и поэтому уже к началу XVIII века крестьяне ставят большую церковь. Следующий, смайт, пожалуйста. Речь идет, конечно же, о жемчужине кирпского погоста, о церкви Преображения Господня, которая открывается и освещается как раз на праздник Преображения Господня на 19 августа 1714 года. Монументальная красота, действительно жемчужина русского деревянного зодчества, поскольку саккумулировала она в себе абсолютно все доселе известные архитектурные формы, существовавшие, но вот их именно такого гармоничного сочленения мы нигде в мире увидеть не можем. Именно здесь вот эти все формы, опыт зодчика соединен воедино вот именно в этой церкви. если мы посмотрим, то в центре мы увидим с вами три поставленных друг на друга восьмеряка восьмиугольника, они как раз перед нами, можно, пожалуйста, даже и в следующий слайд будет лучше видно, как раз восьмеряки в центре самый большой, там где вы видите накладную крышку бочку, второй восьмерячок поменьше и третий, самый маленький, вершаемый, самый большой, 22 главкой церкви. Высота действительно церкви уникальная, это вот пирамидальное возвышение, 40 метров высота, это практически 14-этажное каменное строение, и дабы поддержать вот эту вот монументальную высоту, со всех сторон мы можем увидеть с вами также и двухъярусные, двухэтажные прирубы, которые поддерживают церковь абсолютно со всех сторон, придавая ей максимальной стабильности, ну и, конечно же, придавая ей весьма интересный силуэт. С какой бы мы стороны не подошли к церкви, она со всех сторон абсолютно одинаково красива. А если бы у нас была возможность посмотреть на церковь с высоты птичьего полета, то мы бы с вами увидели, собственно, и по форме крест, пирамидальное возвышение восьмеряков в центре, и четыре прируба со всех сторон, на все стороны света. Вот таким вот образом и получается как раз архитектурный план этой церкви. если можно, следующий слайд. И мы как раз увидим с вами лучше вот эти вот двухъярусные прирубы, вершая как раз вот крышами, бочками, кому-то они напоминают перевернутые лодки и главки на как раз бочках, на тонких шейках. Интересно даже насколько скрупулезно, тонко, четко была просчитана конструкция церкви, что даже диаметр главок вписываемых прекрасно в последующий уровень крыш бочек, также отличаются побольше, поменьше, побольше, поменьше, в самой центральной главе, и получается такое плавное, собственно, волнообразное возвышение вот этого, к этому центру пирамиды, что и повторяет, собственно, и единение природы озера, окружающего и со всех сторон. Вот оно, то единение, которое можно увидеть здесь на примере церкви. Вот такой вот литой силуэт, который прекрасно просматривается с небольшого, собственно, и большого удаления. И когда вы приедете на остров Кижи, в летнее время, например, на метеорах или на кораблях, то за километр, полтора километра от острова прекрасно просматривается вот этот вот литой силуэт церкви, даже вот с такого вот впечатляющего расстояния. Стоит отметить, что постройки на севере строились только из очень прочного строительного материала, как мы уже с вами, собственно, обсудили. Это, конечно же, древесина. И древесина на севере Карелии, особенно знаменитая до настоящего времени карельская сосна, кондовая сосна, которая выбиралась с большой тщательностью в лесах. И кондовая, собственно, уже означает спелую древесину, водорос, который, в принципе, варьировался уже от доста с небольшим лет, и который выбирался тщательно. И затем, собственно, в зимнее время, с декабря до приблизительно начала, середины февраля, вырубался и свозился уже на остров. Притом, стоит отметить, что для обработки древесины, для рубки бревен использовался, как мы уже с вами обсудили, единственный инструмент это топор. Пила была известна также на тот период времени, но она не использовалась. Почему она не использовалась? Потому что топор не разрушает, собственно, поры, капилляры, если можно так выразить, древесины. Они, наоборот, при ударе топора закупориваются и таким образом создавали такую своеобразную прослойку, которая удерживала смолу. Главный, естественно консервирующий элемент соцник внутри самих бревен. Вот такая скрупулезная обработка, она и позволила создать действительно не только жемчужину собственно русской архитектуры, но и самое главное до сих пор, а напомню, церковь была открыта в 1714 году, а строительство ее началось, конечно же, несомненно загодя, и не за один год. Соответственно, церковь до сих пор находится в хорошем состоянии, но о реставрации, и, соответственно, о том, как она проводилась, будет рассказывать моя коллега чуть позднее. Как раз все усилия, которые им были приложены, они и позволили сохранить постройку, и до сих пор церковь находится в хорошем состоянии. И это сруб сосна. Я думаю, что у многих уже появился вопрос, чем же собственно ошивались и бочки, вот эти вот покатые крыши, и гладким. Возможно, уже возникло впечатление, я думаю, и мысли о серебре, но это не серебро. Вот эта благородная патина, которая, собственно, конечно же, просматривается на некоторых местах, это осина. Осина – мягкий, податливый материал, и осина выбиралась также не случайно. Если сосна смолиста, тверда, то осина как раз наиболее податлива для обработки также топором. Топором до сих пор наши плотники вытесывают вот эти вот маленькие дощечки, которые покрывают эти покатые формы луковичной главки. Вот эти вот дощечки, лемех, лемехсынки, как их ласково называют, и вручную вытесывают и придают также им не только издогнутую форму для лучшего соответствия покрытия главок и крышбочек, но и, собственно, украшают, почему мы и называем вот эти дощечки лемехом, не гонт, не черепица. На нижней форме каждой лемехсынки находится еще и, собственно, городковый элемент украшения, городок, который делает эту дощечку лемехом. И поэтому, собственно, вот все эти отдельные дощечки вручную изготовлены, как раз и крепятся на главках церквей крыш, соответственно, бочек изначально при помощи простых деревянных нагельков. Нагель, собственно, чопик, можно назвать по-разному, но что, соответственно, и крепило на крышах, бочках как раз вот эти вот дощечки. И здесь пригодилась следующая очень важная особенность осины. Осина мягкая, податливая, во-первых, изогнутая форма, ну, а самое главное, при попадании на осину влаги она немножко разбухает, прекрасно защищает церковь от проникновения влаги. Ну, а самое главное, это, конечно же, украшение, собственно, церкви. Вот сейчас мы видим с вами прекрасный серебристый отлив, но эти тонкие дощечки могут простоять не более 30, в среднем, 35 лет. Можно попросить, пожалуйста, следующий кадр, и мы с вами, собственно, как раз увидим вот эту вот прекрасную красоту, вот этот элемент уже как раз золотистого отлива. Можно даже следующий кадр попросить, и мы как раз с вами увидим, так, это еще серебро, можно следующий кадр попросить, пожалуйста, и мы с вами увидим как раз вот тот эффект, который после реставрационных работ появился как раз на главках и на крышах бочках. Это как раз лемех, который был поновлен нашими плотниками после реставрации, и вот этот вот цвет осины, свежерубленный, он как раз перед вами цвет чистого золота, который ни с чем нельзя перепутать, который как раз вот благодаря этой ручной обработке и, соответственно, здесь очень хорошо визин. ну, стоит отметить, что это ручная работа, повторюсь, и на каждой главке приблизительно от 700 до 800 лемешинок, а на центральной главе до нескольких тысяч все то, что вручную плотники изготавливают, дабы использовать именно техники, которыми и пользовались зодичьи и плотники, да и сами крестьяне на тот период времени. единственное отличие заключается, видимо, в том, что сейчас лемех прибивается уже металлическими гвоздями, но не только в настоящее время, на тот период времени, когда гвозди стали уже дихлеветь, металл становился более доступным и начали уже использовать как раз металлический гвоздь для крепления и упрощения, собственно, крепления лемеха на главках. Можно, пожалуйста, следующий кадр. И как раз мы можем увидеть с вами уже вот этот золотистый отлив, кадр этого года, и, соответственно, поновлен лемех был в 18-19-е годы, а лемех серебро, извиняюсь, золото свое теряет и, выгорая медленно, как раз приобретает вот это вот благородное серебристое навершие, которое будет как раз уже, собственно, демонстрировать настроение окружающей природы. Серебро прекрасно отображает амплитуду цветов неба, окружающей природы, светила, поэтому в разное время суток, как раз, я думаю, все уже обратили на это внимание, лемех как раз изменяет свой цветовой отлив с легкого серебристого металлика до золотистого, чистого. Если это, например, восход или заход, то есть в любое время года он несет какую-то своеобразную черту, которую мы с вами можем увидеть. Если можно, следующий кадр, пожалуйста. И, конечно же, стоит отметить тот факт, который мы уже с вами затронули. Церковь была отреставрирована и не только внешне, но, собственно, были полностью воссозданы также и интерьеры преображенской церкви, летней церкви, напомню, зимняя отапливаемая, летняя, неотапливаемая, поэтому она и строилась больших размеров, там, где и мог собраться крестьянский мир на службу, помолиться, преклонить колени. И как раз перед нами с дверей трапезной мы входим в, собственно, церковное помещение и видим прекрасные четырехрядные уже столярные работы, подолоченный иконостас, размеры которого действительно впечатляют. И, собственно, по категории иконостаса можно отнести действительно впечатляемых и одним из наиболее масштабных на северо-западе России о Волонецкой губернии, 19-го и 20-го, начало 20-го веков, самый большой иконостас, высота которого достигает 7 метров, а длина практически 24 метра, и насчитывает он 111 икон. Ну и, собственно, если можно попросить следующий кадр, то мы увидим, что иконостас действительно интересен и в архитектурном плане, я думаю, мало кто видел иконостас, который повторяет как раз естественную архитектуру самого храма. Он идет как раз по стене, по восточной стене, и он идет не только по самому как раз срубу, но и уходит в прирубы, о которых мы с вами как раз и говорили, северные и южные прирубы, а также, собственно, полностью как раз покрыты вот этим вот прекрасным иконостасом. Вот с этого кадра уже очень хорошо видно, и украшение иконостаса. Столярная работа, плембская резьба, всеразличные элементы декора, которые мы здесь прекрасно с вами видим. Вот, например, на столбиках хорошо видна и виноградная лоза. Это, собственно, один из, конечно же, раннехристианских символов, которые как раз местными плотниками также задают уже во второй половине XVIII века. И иконы, которые мы с вами видим также в иконостасе, это действительно уникальные северное письмо. Большинство икон, это как раз XVIII век, вторая половина XVIII века, а есть и иконы, которые сохранились еще и с XVII века, вторая половина XVII века, и которые были спасены из как раз церкви предстоятельности сгоревшей от прямого попадания молнии. И вот такой вот прекрасный иконостас полностью восстановлен на своем исконном месте, и мы надеемся, что в ближайшее время здесь также в церкви распахнет свои двери и для посетителей, и также для прихожан, например, на 19 августа на праздник преображения Господня, как раз главный престольный праздник не только церкви, но и погоста. Как раз хотелось бы продемонстрировать собственно сам вид погоста, который, как мы с вами уже обсудили, триедин. Мы с вами вот посмотрели и экстерьер, и интерьер летней церкви преображения Господня, но триедин, это означает еще и маленькую церковь, покрова Богородицы, зимнюю церковь, и в центре как раз мы с вами увидим колокольню, на которой колокола и звонарь до настоящего времени перед началом и завершением службы звонит судовая прихожан, которые живут и как на острове Кижи, и как на близлежащих островах, а кто-то приезжает даже и из Петрозаводска, вот как раз спасся кижский погост, и вот как Лена Викторовна рассказывала, и проходит и крещение, и редкое и венчание, как раз да, 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 видно, спасибо, в церкви покрова Богородицу, ну и можно как раз и следующий кадр, и как раз мы с вами увидим общий панорамный кадр уже с погоста на как раз наш музей, ну и собственно, конечно же, вот мы посмотрели с вами и крестьянские церкви, и как раз основная задача музея это также и сохранение крестьянской культуры, богатей крестьянской культуры Карелии, Зоонежья, и вот как раз прекрасный вид вот на такую вот крестьянскую усадьбу, деревни, которые и располагались собственно и на этом самом месте, по берегам Онежского озера, островов, и вот такие вот, собственно, дома строили крестьяне, в которых проживали большими семьями, стоит отметить, что крестьяне это были свободные, черноземные или черносошные, которые за пользование своими земельными наделами и выплачивали подати в царскую казну, и сохранены не только, например, крестьянские дома, все различные сельскохозяйственные постройки, входившие в усадьбу, как, например, амбары, бани по берегу острова, как и Кижи, так и других островов, когда вы приплываете, собственно, проплываете по Зоонежью, имея порт Хиром, между островов, как раз раскиданы они по берегам, вот эти маленькие деревушки, но также сохранены и на острове веки, как раз в основной экспозиции можно увидеть и чертовни, которые мы с вами также видели и в фильме, в основной экспозиции, например, чертовни, если можно, следующий кадр, чертовни Архангела Михаила, как раз, да, да, видно, видно, да, спасибо, которые также представляют вот духовную культуру местных крестьян, интересное, весьма сохранившееся явление, ну, можно увидеть следующий кадр, и как раз, вот, интересная постройка, которую мы видели, стареевая деревянная сохранившаяся церковь, которую также можно увидеть, заботливо сохраняемая в музее, датируемая еще, собственно, 15 веком, и находящая, собственно, в истории инока Лазаря, который пребывает сюда еще в те далекие новгородские времена. Вот такие постройки, как раз, по основной экспозиции, и не только основной экспозиции, но и по всему острову Кирга. Как уже говорила, Елена Викторовна, на острове две деревни, ямка Васильева, которых также можно познакомиться и с крестьянским бытом, собственно, посмотреть, как проходила крестьянская жизнь на тот период времени. Ну что, я тогда готов купить место, вот, например, в такие мельницы, как вы видели, и готов передать слово моей коллеге Татьяне Викторовне Незвицкой, которая как раз расскажет о готовом процессе реставрации Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Уважаемые друзья, путешественники, будущие туристы! Я надеюсь, что вы найдете возможность обязательно приедете к нам. Сейчас немножечко о реставрации, об архитектуре. На самом деле, у нас немного времени, но я постараюсь рассказать о уникальном процессе. Если можно, презентацию запустите, пожалуйста, там фотографии были. Немного, но можно будет представить. После создания музея в 60-х годах стал острый вопрос о сохранении памятников деревянного зодчества, в том числе Кирского погоста. И начиная с середины второй половины 20-го века не только наши архитекторы, но и зарубежные начинают поиск решения, как же сохранить хрупкое наследие деревянное зодчество русского севера. Как вы сами понимаете, за 250 лет, это середина 20-го века, конечно, преображенская церковь была достаточно серьезно деформирована, были какие-то изменения в дереве, которые необходимо было привести в порядок. И, конечно, реставрационные работы проходили в достаточно таких сложных условиях послевоенных, но качественно и хорошо были сделаны основателем нашего музея Александром Викторовичем Аполловниковым, реставрация Преображенской церкви, реставрация Покровской церкви, восстановлена ограда Кирского погоста и отреставрирована колокольня. По прошествии десятилетий, конечно, состояние церкви стало ухудшаться, потому что дерево достаточно хрупкий материал, и на него воздействует как благо, солнце и другие атмосферные явления, которые разрушают древесину. С этого периода ученые как России, так и зарубежные стали рассматривать различные варианты сохранения памятника. Дело в том, что еще первый реставратор этой церкви сказал о том, что без разборки Преображенской церкви невозможно ее сохранение. Почему? Потому что более 100 венцов, которые создают вот эту 40-метровую высоту, и под весом собственным 600-тонным, конечно, произошли деформации, смещения, и после снятия обшивки, которая была выполнена в 19 веке, деформации стали нарастать. Деформационные изменения достигли к 80-м годам, до такого уровня, что церковь пришлось закрыть, в 80-м году был демонтирован иконостас, крен был до одного метра самой высокой точки, и, конечно, эти деформации настораживали и пугали архитекторов. Дело в том, что разобрать такой объем преображенской церкви и собрать заново, он достаточно, так скажем, кроме ответственности предполагал наличие больших сил, как плотницких, так и возможностей, так скажем, собрать этот памятник без единого гвоздя, но к тому времени уже гвозди в 19 веке появились, но качественно и хорошо, и об этом очень много было споров, но, как говорится, в спорах рождается истина, и вот сам повод исправления этих деформаций, когда был введен металлический каркас в 1980 году, и церковь на металлическом каркасе существовала до 21 века, вот основываясь на этом металлическом каркасе, который был установлен на можно следующий кадр, и постепенно переходить кадр за кадром, была, вот, да, вот этот вот кадр, была идея предложена учеными массовскими, ленинградскими, и нашими, карельскими, о том, что вот металлический каркас, который был установлен в 1980 году, он будет опорой для системы вывешивания церкви, и вы сейчас вот видите как раз на слайде парящую церковь, ее в тот период именно так называли, она вознеслась над землей, и велись реставрационные работы первого технологического пояса, который, конечно, больше всего был подвержен разрушениям. церковь была разделена на семь технологических реставрационных поясов, и поэтапно, не разбирая полностью всю церковь, велась тщательная аккуратная работа. Немного хочется сказать о плотниках. На самом деле, как сама церковь уникальна, так и уникальна была сама реставрация плотницкая. все было сделано историческим материалом, идентичным историческому и традиционным инструментом. Это была важная основа для выполнения реставрационных работ, так как, вы сами понимаете, только сохраняя традиции, мы сохраним полностью аутентичность, целостность и подлинность памятника. Поэтому эти условия были соблюдены на протяжении всего периода реставрации и постепенно, поэтапно была выполнена реставрация этого объекта. Был создан реставрационный комплекс, который находился 2,5 километров от самого погоста, где можно было в хороших условиях проводить тщательную реставрацию. это была ювелирная работа. Если говорили о 50% замены в Преображенской церкви еще в 20 веке, то нашим современным плотникам, реставраторам удалось сохранить достаточно большое количество древесины и заменить только 36% материала исторического. это удача, так скажем, была не на пустом месте. Лучшие умы, так скажем, наших реставраторов, архитекторы трудились над этим. И вклад как музея, так и научных институтов России позволили сохранить такой вот процент исторической древесины. Наш коллега создал уникальную методику сохранения исторических элементов, и она была использована именно впервые на этом памятнике. Можно следующий слайд. На следующем слайде вы увидите зимний уже, как мои коллеги сказали, что в любой период времени года наш погост достаточно уникально выглядит. И вот зимний период уже на уровне четвертого яруса технологического, вы видите законсервированную церковь, для того, чтобы туда ни снег, ни вода не попадало, на период зимней, дождей, церковь, вот этот вот проем затягивался, и это происходило на протяжении всей реставрации, десятилетней реставрации. Тут вы также видите уже сохраненные отреставрированные бочки, вы видите цвет свежей осины, которая со временем потемнела, и вышележащие пояса. Всего пять ярусов бочек и глав, которые реставраторы смогли сохранить, заменив окрытие, заменив лемех. Более 30 тысяч лемешин было выполнено вручную реставраторами. Это была очень большая трудоемкая работа, но она была сделана достаточно краткий срок, это практически за два с половиной года вот эти вот элементы были восстановлены на самой церкви. Работа была тщательная в связи с тем, что церковь поярусно разбиралась, но не просто привозилась и реставрировалась, она предварительно собиралась, исследовалась каждое бревно, систематизация полученных результатов заносилась в компьютер, и каждое бревно реставрировалось по своей отдельной технологии. Дальше, после реставрации была выполнена предварительная сборка в реставрационном цехе, и уже после этого, убедившись, что у нас нету никаких деформаций, отклонений, церковь собиралась уже на Кирском погосте, каждый ярус, ярус за ярусом. Это могли видеть наши туристы, которые приезжали на остров, и это тоже очень важно для нас, потому что мы были под контролем не только ЮНЕСКО и российских экспертов, но и всего, так скажем, мира, потому что все туристы, кто приезжал, видели, и наши фотографии Преображенской церкви разошлись по всему миру, именно реставрация. Был отдельный проект по реставрации Преображенской церкви, который показывал, и каждый мог следить с каждой со своей точки, с компьютера, как сегодня проходит и как проходит реставрация. Когда мы дошли до самой верхушки, самой ответственной зоны реставрации в 2018 году, вот эти восемь куполов, которые вы видите, корона так называемая, мы волновались больше всего, потому что большая глава отсутствовала, и мы, конечно, переживали за внешний вид, переживали ответственность, понимали свою перед туристами, но год прошел удачно. Реставрация завершилась в 2019 году с выдворением большой нашей главы пятиметровой, и последнюю лемешину с подписью главного архитектора Владимира Степановича Рахманова было вбито именно зимой 2019 года. Вот вы как раз видите без главной основной главы. И вот зима 2019 года, когда установлена была большая глава, и забита была чуть позже последняя лемешина. Это был очень ответственный, волнующий момент. Вы видите как раз замерзшее озеро, красоту нашего ландшафта, и представляете объем работ. Если представить другой метод проведения реставрации, ну вот для того, чтобы сравнить, это восемь, если бы раскатали Преображенскую церковь, разобрали, это восемь футбольных полей, которые с трудом бы вместил сам остров. То есть, никакого туриста и вопрос о ее сохранении и сборке, конечно, был бы под очень большим сомнением, потому что время, конечно, проходит достаточно быстро, но мы на каждом этапе реставрации могли остановиться, обсудить с коллегами проблемы, задачи перед нами стоящие. И вот этот метод вывешивания, конечно, очень для нас был большой помощью. Вот вы видите уже завершение работ и Преображенская церковь после реставрации смогла, так скажем, быть готовой к новым посетителям. Был отреставрирован иконостас, как уже коллеги говорили, и интерьеры, и экстерьеры, конечно, сегодня вызывают впечатление. И, конечно, невозможно не сказать про сказочность, как вы сказали, этого края. Ледник сделал свое дело, он оставил после себя большое количество озер, болот. И вот эта озерная система, она создала сказочность не только самой территории природы, но и смогла передать это людям, которые водворили это в архитектуре. проезжая мимо Зоонежья, мы с вами видим практически на каждом мысу, в каждой точке часовню. Часовня это сакральное сооружение, и оно для каждого поселения очень важно. Дело в том, что вот каждый хотел выразить в зодчестве, в народном свое, что-то уникальное. и у нас нет ни одной часовни, или храм, который был бы похож друг на друга. Более 150 объектов находятся в Зоонежье, как вы видите, практически половина в музее, и поэтому для нас очень большая гордость и ответственность отвечать и сохранять за эти памятники. Поэтому приезжайте, увидите, как сказал Витруви, прочность, польза, красота. Красота. Это то, что для нас деревянная архитектура русского севера. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. И вот сейчас Ольга Юрьевна Букчина расскажет нам, я включу ее презентацию, да, расскажет нам свою часть этой чудесной сказки. Здравствуйте еще раз. Еще раз добрый вечер, уважаемые наши друзья, зрители, и я хочу немножечко познакомить вас с деятельностью нашего Всероссийского Центра сохранения деревянного зодчества. Мы с вами уже все согласились в том, что деревянное зодчество является важной частью мирового культурного наследия. И ни одна страна мира не обладает таким огромным количеством уникальных памятников деревянной архитектуры, как Россия. Ну а русский север, он по праву считается сокровищницей мирового деревянного зодчества. Конечно же, деревянная архитектура в то же время является и самой уязвимой. частью культурного наследия, огонь, влажность и, самое главное, отсутствие должного ухода, правильного ухода за памятниками, все они являются основными врагами этих уникальных шедевров деревянного зодчества. Ну а навыки плотницкого мастерства в России испокон века передавались именно от отца к сыну, от мастера к своему ученику, то есть из поколения в поколение. И таким образом какие-то секреты плотницкого мастерства они смогли сохраниться и в наше время. Но, к сожалению, уже в 20 веке эти традиции передачи секретов плотницкого мастерства, они начинают забываться, и они были утрачены. Но именно благодаря кишским плотникам мы и сегодня можем сохранять и передавать эти знания нашим потомкам. Международные эксперты и комоз, которые ежегодно прибывают на наш остров в качестве участников миссии ЮНЕСКО, неоднократно, практически ежегодно они отмечают высочайший уровень мастерства наших плотников-реставраторов, кишских, зоонежских плотников-реставраторов. И отмечают уникальный уровень качества реставрационных работ, которые ведутся сотрудниками музея-заповедника Кижи. Именно поэтому в том числе и эксперты ЮНЕСКО, они, эксперты миссии КАМОС, рекомендовали нашему музею задуматься над тем вопросом, о том, каким образом мы можем передать секреты кишских плотников, секреты плотницкого мастерства следующим поколениям, каким образом мы можем сохранить уникальную красоту деревянной архитектуры. На сегодняшний день мы с вами знаем о том, что существует огромная проблема не только в России, но и во всем мире. Это нехватка квалифицированных кадров, то есть нехватка квалифицированных реставраторов, архитекторов-реставраторов, плотников-реставраторов. И как раз деятельность нашего центра была основана именно на уникальном опыте кишских мастеров, плотников-реставраторов, которые используются и в настоящее время во время реставрации наших памятников. Именно поэтому девизом нашего центра стали слова «учимся у предков», «сохраняем для потомков» и «обучаем современников». Ну а деятельность нашего центра, конечно же, основана не только на опыте, не просто на опыте наших плотников-реставраторов, но и на опыте уникальной реставрации Преображенской церкви Кижского погоста. Следующий кадр, пожалуйста, покажите как раз, где мы с вами можем увидеть один из этапов реставрации нашей Преображенской церкви. Итак, в 2014 году можно следующий кадр открыть. В 2014 году на базе музея-заповедника Кижа был организован учебно-методический центр по сохранению памятников деревянного зодчества. А в 2019 году по решению Министерства культуры Российской Федерации на основе успешной деятельности нашего учебного центра, нашего музея, этот учебный центр был уже переобразован во Всероссийский Центр сохранения памятников деревянного зодчества, которому было присвоено имя Владимира Степановича Рахманова. Вы уже узнали о том, что Владимир Степанович Рахманов являлся главным архитектором проекта реставрации Церкви Преображения Господня Кижского погоста. И с января 2020 года наш центр уже стал единственным в России всероссийским центром, который принимает на обучение плотников-реставраторов, будущих архитекторов и плотников-реставраторов деревянного зодчества. Задачей Центра в том числе является объединение лучших российских и зарубежных практик и специалистов, вовлечение их в дело сохранения памятников деревянной архитектуры и, конечно же, повышение квалификации и престижа профессии плотника-реставратора памятников деревянного зодчества. Программы нашего центра рассчитаны как и для профессионалов, которые уже обладают определенными навыками плотницкого мастерства, но и также наши программы рассчитаны и на новичков, то есть на тех, кто только начинает постигать секреты плотницкого мастерства. Наши программы нашего центра включают в себя как теоретические занятия в оборудованном классе, так и практические занятия, которые проводятся под руководством опытных мастеров. Наставниками наших студентов являются сотрудники музея Кижи, которые обладают многолетним, успешным уже опытом реставрации памятников деревянного зодчества, но я хочу сказать также, что и ведущие архитекторы с мировым именем плотники-реставраторы не только России, но и всего мира, они тоже с удовольствием откликаются на приглашение музея Кижи приехать к нам на остров и прочитать лекции или провести практические занятия со студентами нашего центра. Наши студенты имеют возможность познакомиться с традиционными плотницкими технологиями во время обучения, а также студенты имеют возможность познакомиться с различными методиками мониторинга, то есть это наблюдение за состоянием памятников деревянного зодчества, получить навыки именно уже практических мероприятий, которые направлены на сохранение памятников деревянного зодчества. И, конечно же, наши обучающие программы включают в себя большой блок практических занятий, во время которых наши студенты постигают либо азы, либо могут совершенствовать свои навыки в плотницком деле. Практические занятия нашего центра проводятся в реставрационном комплексе острова Кижи, также на реставрационных площадках. Выездные занятия мы проводим в местах нахождения самых интереснейших, уникальнейших памятников деревянного зодчества, которые расположены на территории Карелии. Наш музей также имеет, как уже упоминалось, мы имеем огромные фондовые коллекции, и наши студенты обязательно посещают эти фондовые коллекции. Также мы используем в своей работе уникальные коллекции плотницкого и столярного инструмента, которые собираются по крупицам, создаются нашими сотрудниками. В обучении используются различные учебные макеты. Это макеты, например, мы с вами видим удивительный макет, который является азбукой любого плотника, включают в себя различные традиционные технологии, различные вставки, узлы, детали. Именно на этом макете, например, прослеживается вся история создания плотницкого искусства, будем так говорить, наших зоонежских мастеров. Также нашими сотрудниками создаются уникальные макеты, которые повторяют различные плотницкие и реставрационные технологии. Сейчас мы с вами видим действующий макет лифтинга, то есть это той системы лифтинга, которая применялась при реставрации Церкви Преображения Господня. Наши сотрудники создают удивительные методические пособия, различные книги, видеофильмы, которые также могут использоваться нашими студентами во время обучения. В 2016 году на базе нашего Петрозаводского университета была создана кафедра ЮНЕСКО. А уже с 2017 года на острове Кижи, можно следующий кадр показать, проводятся раз в два года единственные на данный момент международные курсы и КРОМ, эти курсы проводятся только лишь в России, простите, на территории России проводятся исключительно только у нас в музее. Уже два курса мы провели в 2017 году, в 2019 году проходили вот такие удивительные курсы ИКРОМ на острове Кижи. Участниками курсов ИКРОМ стали студенты более чем из 20 стран мира, то есть это и Аргентина, Австралия, Новая Зеландия, Финляндия, Япония, Шри-Ланка, Малайзия. Можно перечислять бесконечно, и все студенты, которые посещали наши курсы ИКРОМ, уезжая, оставляли только самые лучшие слова, самые искренние слова благодарности не только сотрудникам музея, но всем участникам курса, всем тем, кто поделился с ними своими знаниями. Следующий курс. Следующий, пожалуйста, слайд. Также наш центр проводит программы не только для профессионалов области реставрации или студентов профильных заведений, но и работает с волонтерскими движениями и организациями. Мы разработали специальные программы для волонтеров. Каждый год наш центр принимает несколько групп волонтеров, то есть добровольцы приезжают к нам на остров, где мы знакомим с особенностями деревянной архитектуры, объясняем им особенности именно работы с памятниками в отношении добровольцев, в отношении волонтеров, то есть мы знакомим их с особенностями российского законодательства. Наши сотрудники выезжают на места проведения экспедиции, места проведения различных работ, которые организуют именно волонтерские объединения. И наши сотрудники также читают лекции для волонтеров, помогают им с выбором объектов, на которые будут проводиться различные мероприятия, которые направлены на сохранение памятников деревянного зодчества до той минуты, когда на этот памятник смогут приехать уже специалисты, квалифицированные специалисты, реставраторы, и может начаться уже настоящая реставрация того или иного объекта. А до этого момента именно благодаря волонтерам многие шедевры деревянного зодчества, они сохраняются и ждут той минуты, когда ими займется профессиональная бригада реставраторов. Ну и, конечно же, наш центр, он проводит не только обучающие программы, но и участвует в различных международных мероприятиях, выставках, проводит различные онлайн-проекты, конференции, семинары. И, конечно же, наша цель это донести до зрителей, донести до мирового сообщества ту мысль о том, что мировое деревянное зодчество, оно должно быть сохранено, оно должно остаться на память нашим потомкам. Наш центр участвует в различных выставках, например, наш музей, музей Кижа, уже с 2014 года является постоянным участником европейской ежегодной выставки Denkmal, которая проводится либо в Лейпциге, это в Германии, в городе Лейпциге, либо в России, в городе Москве. Эта выставка является местом встречи специалистов в области сохранения, реставрации и санации исторических памятников архитектуры всего мира. Именно такие выставки, такие встречи помогают нам не просто показать именно наши плотницкие технологии, но и получить еще международный опыт как раз в области в сфере сохранения памятников деревянного зодчества. Нашим центром проводятся выставки не только направленные на профессиональную аудиторию, но и на простых зрителей. То есть, как раз на таких выставках мы, например, демонстрировали проект реставрации церкви Преображения Господня. Мы представляем те книги, те методические учебные пособия, которые разрабатываются нашими сотрудниками, для того, чтобы люди заинтересовались нашим мировым деревянным зодчеством, и обязательно приехали в наш центр для того, чтобы получить знания в сфере сохранения памятников деревянного зодчества. Выставки проводились не только на территории России, мы проводили выставки в Берлине, мы проводили выставки в Хельсинки, несколько раз наш музей приглашали в Рим, для того, чтобы познакомить более широкую аудиторию с достижениями наших кишских плотников-реставраторов. Вот как раз мы перед вами видим нашу выставку, которая проходила в доме, в русском доме в Риме. Ну и, конечно же, наш центр и музей Кижи, естественно, имеет огромную сеть партнеров, имеет партнерские отношения с различными организациями в сфере сохранения памятников деревянного зодчества. Это и международный центр ИКРОМ, то есть это исследовательский центр по сохранению, реставрации культурных ценностей, это, конечно же, программа UNITWIN, то есть кафедра Винеско, это высший институт реставрации и консервации, который располагается в городе Риме, это союз реставраторов России и различные другие организации, которые занимаются вопросами сохранения памятников деревянного зодчества. Это, как мы с вами видим, нашу встречу, встречу музея-заповедника Кижи и руководство высшего института реставрации и консервации в городе Риме. Я хочу сказать, что за период 2014 по октябрь 2020 года в нашем центре прошли обучение уже более 400 студентов из различных стран мира, конечно же, включая Россию, но, тем не менее, хочу подчеркнуть, что уже студенты более чем из 20 стран мира стали студентами нашего центра. Поэтому мы с радостью приглашаем вас к сотрудничеству, будем ждать ваших студентов у нас в центре, разработаем для них специальную программу по пожеланиям, и, конечно же, мы смеем надеяться, что наш опыт, знания наших сотрудников будет применен уже для сохранения мирового деревянного зодчества. На последнем следующем кадре мы с вами видим, как раз мы разместили все наши контактные данные. Пожалуйста, заходите на наши группы, пишите нам письма, мы с удовольствием на них ответим и будем вас ждать в нашем центре. И на испанском языке тоже мы вам проведем лекции и занятия. Это мы обещаем. Большое вам спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Было очень, очень интересно. Сейчас я выключу экран, да, чтобы нас всех было видно. Ну, мне кажется, что было чудесное совершенно путешествие, очень информативное, да, и как бы много, много деталей вы нам сегодня рассказали. Может быть, вот Анна тоже захочет что-то сказать. мне, помимо того, что это безумно интересно, спасибо огромное, конечно, вот то, что вы делали выставку в русском доме в Риме, я сразу так ушки на макушке навострила, потому что, ну, в Риме тоже наверняка замечательный русский дом, но у нас прекрасное совершенно здание, это был бывший дворец маркизов Альфафар, таких каталонской, очень знатной семьи, в гражданскую войну, он, к сожалению, пострадал сильно, но, в общем, они его поэтому продали мэрии, как это происходило со многими дворцами, потому что аристократия, конечно, обеднела, но все равно у нас прекрасное здание, огромное, да, и в историческом центре Барселоны, где проходит много выставок, и на самом деле это замечательная идея, поэтому, может быть, вообще мы с вами вернемся к этой теме, подумаем о том, что, может быть, действительно можно и у нас делать выставку, это было бы замечательно, и про студентов это тоже прекрасно, потому что тоже, наверное, нужно будет отдельно обсудить это, мы могли бы, поскольку, в общем, тоже наш фонд является такой некой площадкой, да, между Испанией и Россией с культурной точки зрения, то мы вот этот мостик выстраиваем, да, между разными организациями, которые зачастую просто как-то, ну, даже и не думают, что можно как-то, наверное, иметь доступ друг к другу, или там проблемы языка, я не знаю что, поэтому, мне кажется, что это очень интересное предложение, поэтому, вот с вашего разрешения я возьму у Марии тогда контакты, и мы с вами просто отдельно, наверное, поговорим на вот несколько тем даже, да, у нас есть время подготовиться, пока пандемия, и пока у вас зима. Мы с радостью, мы очень легки на подъем, поэтому мы с радостью готовы, у нас уникальные макеты, в том числе Киевского архитектурного ансамбля, и домов, и мельниц, и часовин, я думаю, что мы с радостью готовы быстро собраться и приехать. Лишь бы пустили, это называется, я бы в летчики пошел, пусть меня научат, да, вот это вот. Мы очень-очень рады и как бы готовы, да, на самом деле, у нас очень замечательно прошли наши выставки в Берлине, в Русском доме тоже, да, в Центре наук и культуры, в Кельсинке и так далее, Оля уже говорила, на самом деле, как бы, мы действительно готовы рассказывать всему миру о нашем уникальном культурном наследии, которым мы обладаем, и самое главное, что, действительно, у нас очень хорошие специалисты, которые, кроме того, владеют несколькими языками, поэтому, как бы, в этом плане нам тоже очень просто, как бы... То, что специалисты хорошие, это мы уже сейчас убедились даже по этим коротким лекциям. Спасибо вам огромное. Мы готовы с радостью. Да, спасибо огромное, и еще раз, действительно, потрясающе интересно. Я по вам вылетел завтра, но пока придется подождать, меня зимой тоже не остановишь. Поэтому спасибо, и давайте тогда надолго не прощаемся, вернемся, да, к обсуждению вот нескольких тем интересных, которые у нас сейчас с вами возникли на ходу. И будьте, пожалуйста, здоровы. Я знаю, что у вас одна сотрудница не могла присутствовать, поэтому давайте ей пожелаем выздоровления скорейшего, да, я тоже надеюсь, что познакомимся, и берегите все себя. Спасибо, вы тоже верите себя, и, конечно, мы с радостью вас примем у себя на острове Кижи, покажем, как бы, наш уникальный объект, и, на самом деле, еще, как бы, все процессы, да, как бы надо, как проходит сама реставрация, столярная работа, диссюльную вышивку, и так далее, как мы поля пасы, мы все остальное делаем, поэтому у нас интересно. Фантастика. Ну, все, тогда выезжаем друг к другу в гости. Да. Хорошо, я, вы знаете, хотела, на самом деле, сейчас спросить наших участников, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы, да, и у меня родилось пару вопросов, ну, буквально там на 10 минут, потому что я понимаю, что мы уже задержались, но вдруг кому-то что-то хочется спросить, поэтому прошу вас, ну, сейчас подождем буквально минутку, а пока ждем. Вот у меня родились пару вопросов, на самом деле, таких, может быть, ну, таких дилетантских, конечно, но первый вопрос, вот такой, на самом деле, я думаю, может быть, он многих заинтересовал. Почему в архитектуре Русского Севера древесина была основным материалом? Просто потому что это, скажем так, ну, огромное количество лесов, которые растет вокруг, или все-таки это было какой-то еще совершенно умышленный такой выбор, да, потому что, как бы, ну, не знаю, например, так развивались инструменты, или что-то, вот всегда меня интересовал этот вопрос, потому что самое большое количество памятников Русского Севера, они все деревянные. Вы совершенно правы, в Карелии три с половиной тысячи памятников деревянного зодчества, и, конечно, вы видели по панорамам, к сожалению, не все панорамы попали в презентацию, что весь, вся поверхность необработанная, она была занята лесом. И, конечно, самый доступный строительный материал это была сосна. Зоонежье в связи с тем, что там не было войны, прошла, так скажем, она стороной, все вот эти катаклизмы вековые, сохранилось деревянное зодчество именно древнее, древняя культура, начиная от клетских храмов, у нас представлены на территории Зоонежья шатровые храмы, клетские, многоярусную башенную церковь преображения Господня вы видели, то есть вот часовни, сблокированные часовни с колокольнями, это все сохранилось благодаря тому, что нас не тронули вот эти военные конфликты, которые были в 20 веке и ранее. И, конечно, как вы правильно сказали, дерево, альгамбра не просто так родилась в Испании, Испания, в Карелии, да, ландшафт, природа, она порождает вот эту духовную силу и творчество народа, потому что Преображенская церковь не верится, что она построена без чертежей, и то, что мастер придумал у себя в голове, он смог это воплотить. Не просто так, такое количество легенд было сочинено, потому что вот даже сегодня мы не можем понять, многие конструкторы пытались рассчитать Преображенскую церковь и не смогли, потому что даже сама конструкция она не поддается расчетам. Это такой уникальный объект с точки зрения конструкции и архитектуры. и вот это так скажем елочное, пирамидальное, как уже сказали, вот это вот слово пирамидальное, это елочная система, которая вместе с озерами превращается в эту линию горизонта, создавая такую гармонию. Она именно родилась не просто так в этом месте, а камень у вас, дерево у нас. Я надеюсь, что я ответила. То же самое часовни. Часовни вот эти, они торчат их макушечки прямо из елочек, вот когда проезжаешь мимо. И, конечно, сочетание природы, исторического ландшафта, оно уникальное. Здесь, кроме гармонии, спокойствия, вот этой глади озера, вы наберетесь душевных сил на многие-многие годы. И дерево, как вы сами сказали, оно теплое. Оно теплое, конечно, дерево удивительный материал в этом смысле. Вот у нас, мне Юра говорит, есть один вопрос от участника. Так получилось, что именно буквально два месяца назад, в конце августа, мы всей семьей были на этом острове. Нам, у нас получилось, у нас была такая возможность, и мы съездили, и до сих пор находимся под очень приятным впечатлением. мы попали и на Соловки, однако, там немножко с погодой нам не очень повезло, было очень дождливо, а когда мы попали на Кижи, соответственно, было солнце, и несмотря на то, что мы были тепло одеты, было даже, можно сказать, практически даже жарко, конец августа. вопрос и, может быть, просьба для будущих туристов и посетителей. Дело в том, что мы, к сожалению, конец августа, опять же, в Преображенской церкви мы не успели, мы не смогли попасть, она еще была закрыта, мы очень хотим, поэтому с удовольствием вернемся на Кижи. Но, если я не ошибаюсь, то есть колокольня рядом с Преображенской церковью, и после, опять же, очень интересной экскурсии по всему острову у нас было время для пешей прогулки, мы погуляли. Под конец, когда мы уже должны были возвращаться на катер, мы захотели с сестрой зайти в эту колокольню. Мы простояли очередь где-то, ну, может быть, минут двадцать-тридцать мы простояли в очереди, и когда мы подошли, нам сказали, что мы не можем туда попасть, хотя наш билет включал, как мы понимали, на тот момент все объекты. Мы сказали, мы готовы заплатить, сколько это стоит, они сказали, что оплатить наличными нельзя, по карте оплатить нельзя, то есть нужно было возвращаться, идти, получается, на кассы для того, чтобы заплатить и опять вернуться в эту церковь. Но у нас уже катер уходил, и мы просто не успевали. Поэтому хотели бы, может быть, предложить все-таки такую возможность предоставлять туристам, опять же, как россиянам, которые были в этом году, и иностранцам, которые часто туда приезжают, все-таки иметь возможность оплачивать, если, опять же, надо отдельно платить, оплачивать картой. Спасибо. Спасибо, Наталья. Ну, на самом деле, всегда бывают какие-то технические моменты, да, которые, ну, я вот думаю, что руководство нас сегодня слышит. Ну, это непростой, да, год для нас, потому что, действительно, у нас были особые ограничения по количеству человек, которые вообще могли зайти в объект. И, действительно, мы над этим работаем, как бы, по заходу, как бы, в колокольню. У нас, как бы, система QR-кодов сейчас, как бы, разработана. Я надеюсь, она, как бы, будет уже более действующей. Совсем рядом, как бы, с Кишским архитектурным погостом с нашим находится терминал, где можно было, как бы, оплатить билет. Видимо, тут что-то такое, как бы, какая-то нестыковка произошла, поэтому я очень извиняюсь, но, как бы, обязательно мы, вот это все, на это обратим особое внимание. И, конечно, мы верим в то, что в следующем году Церковь Преображения Господня, к сожалению, в этом году это не случилось, она, как бы, все-таки откроется, потому что все мировое сообщество, все-все ждут этого исторического момента. Поверьте, для нас это тоже очень ответственно, но мы так, как бы, мы тоже, наверное, как бы, мы старались максимально сделать все для того, чтобы Церковь в этом году открыла, но, видимо, Богу так угодно, чтобы мы не спешили, все сделали, не торопились, все-таки мы бы сделали все очень взвешенно, продуманно, дали еще и Церкви постоять, да, чтобы, потому что мы понимаем, древесина требует, как бы, того, чтобы, как бы, она все-таки особо, да, поэтому верю в то, что в следующем году, конечно же, мы Церковь откроем, и, как бы, вот такие все наши услуги, которые будут предоставляться, они будут более качественно предоставляться, над этим мы постоянно работаем, и все услуги наши можно и на нашем сайте приобрести, поэтому, как бы, будем работать. Спасибо за вот, и за мнение, и за предложение. Очень интересно в любом случае, и я уверена, что очень гостеприимно, такие нюансы, ну, как говорится, всегда случаются, да, и я надеюсь, что сейчас уже в скором будущем кончится эта пандемия, и все желающие попадут в Преображенский храм, вот, как вы правильно сказали, видимо, Господу Богу угодно, чтобы он был построен чуть-чуть позже, потому что, как говорил Антонио Гауди, который был архитектором Саграды Фамилий, ну, всем известно, естественно, что, когда его спрашивали, ну, когда же будет закончен собор, он говорил, вы знаете, а мой заказчик не торопился, и собор, как вы знаете, строится до сих пор, поэтому, мне кажется, что кижи это абсолютно такое же совершенно уникальное явление, которое будет сохраняться бережно вашими руками чудесными, и будет радовать нас, и мы доберемся до вас обязательно, а потом вы приедете, сами кижи приедут с выставкой в Русский дом, в Барселону. Давайте тогда не будем злоупотреблять уже временем наших прекрасных гостей, отпустим их в теплые дома. Пожелаем вам прекрасных выходных и всем нашим слушателям, сегодняшним зрителям. Спасибо еще раз огромное, всем здоровья, и я надеюсь, что до скорой встречи. Спасибо большое. Спасибо.